интересная картина у нас наблюдается это у нас впереди toyota vista 90 какого-то там года 4 2 литра а это у нас honda accord а что тут происходит а происходит здесь следующий accord едет на веревке сейчас остановимся припаркуемся все расскажу чё кого но я так принципе могу вкратце сказать кто наблюдает за каналом тот знает что accord перестал заводиться в одно прекрасное время и сейчас мы его везем оживлять прогнозы прогнозы специалистов говорят что по ходу стартер но мы не знаем но для того чтобы узнать стартер это или нет нам нужно снять коллектор а это занятие не простое тем более на улице его не выполнишь поэтому было принято решение зацепить его на галстук на веревку за трос и увести к механику к нашему привет тебе я знаю что ты смотришь ролики хороший пацан вот помогает братишка фарук звать что если кому надо обращайтесь хоть что делать ну кроме ли приехал гаражи вот здесь на лазарево новосибирске у нас муж кому надо здесь короче он продает стартеры у него втягивающие всякие короче печки но моторчики всякие такие штуки электрик короче нормальный генераторы вот щетки вот здесь можно у него ну короче мне если чё пишите я вам скажу это на стартер втягивающая новая полтора рубля потому что сгорела на корня но он говорит короче типа просто так не сгорает надо смотреть четки если чё четки у него есть потом приеду еще возьму сейчас сразу покупать пока не буду так так ну что ну что идем забирать наш аккордеон такой путь у нас и так это honda accord 2007 года два литра сейчас покажу вам состояние машины чё там просто я выставлял на продажу у меня все мозги вынесли accord 2007 года за 400 тысяч ну там с копейкой и что там у него до этого крашена было вы чё я не пойму я как будто продаю аккорде 700 тысяч рублей 400 тысяч дешевле просто нету и не бывает о чем вообще речь идет не пойму проемы целые у него крыша целая в родной краски ладно сейчас короче чего было у него что не заводился поменяли втягивающую полторашку я отдал вот вы видели на предыдущем моменте полтора рубля втягивающий стоит все завели его все нормально работает сейчас я вам обзорчик круговой сделаю и мы там уже сами решение принимать и надо вот он стоит наш гордый гордый орел гордый орел черный цвет у него черный хорошая резина колеса прям хорошие литьё сама резина зимняя шипованная арка но здесь видно что лак облазит вот здесь рыжики есть на арке так по салону так гус номер надо назад поставить это ладно уже номеров нету у него но смысле как это его номера но он с учета снятый что просто но вы сейчас слушайте внимательно потом мне не надо одно и то же спрашивать по 500 раз специально видео записываю для вас по салону ничего не видно здесь но я вас уверяю салон нормальном состоянии карты здесь все целое здесь подлокотник есть салона начнем тогда конечно химчистку надо сделать в любой машине надо делать химчистку если вы покупаете для себя по крайней мере так но это я здесь разбирал она не заводилась это оказался стартер сиденье нормально ремни тянутся сейчас мы отщелкнем все здесь все пойдет руль тут оплетка там я не знаю что под оплеткой по кузову здесь лакс лазит видно да все дверь задняя левая вот здесь косяк не знаю красить или не красить будете дверь передняя левая тоже вот она в мелких таких косяках не знаю переднее левое крыло рыжики вот здесь но смысле сколы от краски уже переросли в рыжики вот здесь капот вот момент у него залом здесь будут сюда был маленькой дтп сейчас под капотом покажу пока щас темно еще не стало бампер под замену то есть видно да тут ничего нету туманка на месте стоит стоял он так решетки нету нижний номер понятно капот короче рассказал крыло передняя правая она мята и здесь тоже дтп куда было вот сюда крыло сдвинулась вот дверь передняя правая лак полез передняя левая здесь вмятина была ее поправили дверь всего скорее ну малярского можно сделать но не знаю кому как и вот заднее правое крыло хлопушка так сейчас погодьте ладно не буду задержать крыша крыша всех беспокоит крыша проемы все дела сейчас покажу сразу точка заводская все здесь есть ничего проема не крашена сейчас толщик достану все покажу так надо капот открыть капот и так что касаемо багажника смотрим внимательно наблюдаем комментируем здесь все целенько здесь точки все тоже есть так надо камеру включить как они камеру сейчас секунду вот так будем снимать со светом вот здесь видно сюда все нормально вопросов нету здесь тоже все пойдет здесь все ровненько целенько нету времени здесь стоит газ газ пропан в документы не вписаны провода это мои так что сразу не облизывается на них зад весь целый ни жимков тут ничего нету ремень там еще какой-то валяется так с этим закончили идем куда идем мы под капот под капот идем вот так открываем капот сейчас палку доставлю ставим палку куда вот сюда вот сюда ставим палку наблюдаем внимательно внимательно что потом не было лишних вопросов стаканы табличка номерная на месте стаканы нормальные здесь стакан тоже нормальная наклейка даже есть все нормально мотор двухлитровый в принципе пойдет так это фара ешь не родная вот эту фару поменяли она контрактная на ней даже там где-то написано да вот есть написано контрактная фара это фара ешь не в принципе рейка живая мотор живой маленько гур но видно что такая грязная уже масло ну как бы ну про газ я сказал так чё-чё дальше делаем дальше мы сейчас получила мир достаем и начинаем мерить мерить у всех вопрос вот так он заводится все нормально все путем пойдет светит все классно так чё еще толщина мер да сейчас толщина мер достану и будем с вами мерить только надо режим поменять на камере то будет слишком крупным планом у вас ли не парит меня тоже так берем крышу внимательно наблюдаем за крышей завод завод так заднее левое крыло смотрим 375 338 арка задняя левая 343 278 то есть это полностью был покрас крыла переходом по моему вот здесь по стойке стойка 158 дверь задняя левая внимательно наблюдаем что потом вопросов не было не крашеная не крашеную вот задняя левого и передняя левая 630 микрон 508 550 микрон 1000 микрон 800 крыло 187 микрон капот его ремонтировать надо я просто вот все это покажу чтобы вы это понимали 230 микрон капот стакан и сейчас сразу тыкнин хоть они и грязные кто-то мне говорит это ни на чем не влияет всеми 7 микрон завод еще один стакан 69 завод ну крыло переднее право его все равно менять ну давайте я вам покажу 198 микрон передняя правая дверь 300 микрон он принципе весь 300 микрон 250 микрон 240 микрон у двери то я не знаю менять его будет 400 микрон ну вот в такой паре весь до 500 микрон заднее правое крыло арка 400 микрон 400 микрон везде всего мериться нигде дырок нету 300 микрон так здесь у нас 300 микрон хлопушка она же крышка багажника сейчас секунду 249 микрон 288 микрон ребзя успеваете короче здесь чего баки у нас баки все красиво газ не оформлены на учете не стоит . птс на руках номера на руках а эсерки нету здесь у нас здесь все нормально светится бензин как и обычно да ну куда делся бензин был бензин ну ладно магнитола работает включать не буду после месяц youtube заблокируют колонку надо собрать это я просто разбирал когда он не заводился ну вот как бы в принципе и такой краткий обзор еще раз резина хорошая по реке вопросов нету по мотору мотор работает ровно салон показал зеркало еще надо итак давайте итоги подведем по аккорду что получается за лучшее за лучше если вы себе берете вам его покрасить в круг без крыши потому что крыша не крашены сейчас сразу еще покажу вам проемы проем . . . своя везде нету нигде моментов никаких ничего не резана не пилена все пойдет вот так идем как говорится итоги машина 2007 года выпуска двухлитровый аккорд на автомате на обычном что делать надо покрасить без крыши но это на ваше усмотрение хотя бы борта ну я думаю левый правый и капот ну бампер под замену по-любому на учет встанет договор первый есть есть карточка продавца ну смысле не продавца автомобиля собственника на ком стоял на учете хорошая резина в принципе какой момент по нему еще момент химчистку надо сделать если для себя я думаю но лучше вариантов просто нет в том плане потому что за 600 тысяч будет стоять такой же аккорд в круг крашеный и так далее тому подобное здесь у вас очень хороший зазор по деньгам сделать все так как вы хотите это мое личное как там называется ну короче мое личное мнение все на этом будем закругляться у нас уже тут ночи темно светло поэтому смотрите видео чтобы сразу вопросов не было у вас четыреста пятнадцать тысяч рублей могу как говорится отдать доедет хоть докуда но учтите номеров нет на ней то есть это короче номеров нет учета тачки снятая на руках только птс и договор купли-продажи с регистрацией вопросов нету сейчас еще вот этот номер поставлю ну и вот как то так поэтому успевайте налетайте все мы продолжаем заниматься